Доброго здоровья, братья армяне и все присутствующие. В прошлом видео мы поговорили о том, что могла означать надпись «Армения» на картах XV-XVIII веков, то есть в тот период, когда понятия историко-культурных областей еще не существовало, и на картах отмечали только существующие в то время государства. И на этот вопрос, что могла бы означать надпись «Армения», я отвечаю следующим образом. Ответил, что это было название физико-географического региона. В некоторых других видео я объяснял, что провинциями, например, в XVII веке, согласно словарям того времени, могли назвать и область, в которой христиане, проживавшие там, подчинялись какому-то патриарху, армянскому или какому-то другому. Но это отдельная история. Я убежден, что те надписи, которые мы видим, надпись «Армения» на картах XV-XVIII веков, которая написана, сделана поверх существовавших в то время государств, обозначала исключительно физико-географический регион. Я предлагаю вам, дорогие мои армяне, понять это, впитать эту мысль и проанализировать, заново проанализировать то, что говорят вам пропагандисты от армянской истории. Почему они, показывая вам эти карты, уверяют вас, что на этих картах отмечено древнее государство Армении. И если вдруг они скажут, что это действительно так, то предложите им показать карты, где, например, отмечены Византия или другие древние государства. Теперь я хочу перейти к следующему вопросу, ключевому в нашей истории. На него я нашел очень понятный ответ. Надеюсь, с вами его обсудить. Меня в комментариях и в личной переписке, ну не то чтобы упрекают, а намекают армяне на то, что я вот выдаю, так сказать, готовые выводы. Даю и не оставляю, так сказать, какого-то пространства для размышлений своим слушателям, особенно армянам. Давайте вместе. Я не против. Давайте вместе. Сегодня я хочу поговорить об очень важном вопросе. В вопросе притеснения армян. Что значит это выражение и как его понимать? И кто армян притеснял? Принято считать, что армян притесняли мусульмане многие века. Турки, персы. В своей книге «Исраилу Ри» Ларис Пандоры я продемонстрировал документы 17 века, из которых следует, в том числе и из знаменитых писем миликов, следует, что армяне только, эти милики, например, только говорили, что их притесняют, но фактически в своих же письмах они подтвердили, что жили они достаточно богато, богаче, чем персы, богаче, чем мусульманское население Персии, имели собственные армии и, по сути дела, были довольно независимыми правителями. Во всяком случае, сами они об этом писали. В этой книге я привел один пример, который я и сам считал уникальным, то есть, возможно, исключительным. примером гонений на армян, произошедших в Эрзеруме в конце 17 века. Что там произошло, я вкратце вам сейчас скажу, а потом объясню, почему я с этого начинаю. В Эрзеруме появилось, усилиями миссионеров, иезуитов, появилась католическая община. А это были новообращенные католики, которые до этого, то есть, перешли в католичество из армянского ритуала. Ну, так называли. И называли армянскую общину, называли сектой. Я, так сказать, цитируя те материалы, армянскую общину исключительно называли армянской сектой. Вообще все, всех христиан восточного обряда, которые проживали в Малой Азии, в Передней Азии, шире, если брать, называли сектой. Министарианскую, Мелькицкую, Диаскорийскую. Разные деления были, по-разному объясняли эти деления, но общин было много. И армянская община была одна из самых немногочисленных. Впоследствии она стала больше. Со временем я вам объясню, как это произошло, почему армян резко стало больше, откуда они взялись, и куда делись религиозные общины с другими названиями. Итак, в Розеруме. Что произошло в Розеруме? В Розеруме начались гонения на армян. Я подробно описал это в своей книге, но на армян-католиков. Но вот что интересно. Начали их не мусульмане, ни турки, ни османы, ни правительство Османской империи, ни Баша, ни Эфенди. Начали их сами армяне. Армяне армянского ритуала, представители общины армянского ритуала. То есть, той общины, у которой иезуиты, скажем, украли прихожан и конвертировали их в свою веру, в свой обряд, католический обряд. И именно армяне, армянского ритуала, начали эти гонения. Но поскольку сами они без поддержки местного начальства не могли сделать это полноценно, так сказать, то они обратились к Паше, Баше, а потом обратились и к судье. Я вот не помню, кому первому, но судья был более весомой фигурой, чем Баша, и судья поддержал армян, армянскую общину армянского ритуала, не католиков. Поддержал их против католиков и позволил им, так сказать, сделать все, что они там намеревались. И своими указами отправил в изгнание новообращенных армяно-католиков и отнял у них там имущество. Ну, сейчас, если захотите, читайте мою книгу, она есть в открытом доступе. Вот, не обязательно ее покупать. И там все подробно написано. Что после этого произошло? После того, как султан узнал, что судья поддержал одну часть христиан против другой, он приказал его казнить. Кроме того, он приказал казнить Башу. А вот тут интересный момент очень. Баша был против того, чтобы на армяно-католиков совершались гонения, чтобы их вообще как-то притесняли. Но он, Баша, не осмелился противоречить, противостоять судье. И вот за то, что он не осмелился противостоять судье, его тоже казнили. Но по-другому. Там отрубили голову, а этого я уж не помню. По-моему, повесили. Вот. Ну, я думал, что такая уникальная история говорит о том, что бывали, так сказать, разные, ну, разные виды гонений. По-разному армяне подвергались гонениям. Армяне, христиане. То есть, вот бывало и так, что сами армяне являлись зачинщиками притеснения армян, но перешедших в другую веру. И последние мои усилия были направлены на то, чтобы познакомиться с литературой, католической литературой, миссионерской литературой более широко. Я прочел всех миссионеров, ну, всех доступных мне, это французский язык, на русском нет, вот, на немецком тогда не писали, а латынь уже ушла в прошлое. Вот. Я прочел и обнаружил, что не только в Розеруме, во многих других местах, включая Эревань, включая некоторые персидские города, включая города Османской империи, происходило то же самое. То есть, гонения на армян, первые, самые первые из известных гонений на армян совершались самими армянами, армянами армянского ритуала на армян, против армян католического ритуала, которые были обращены в католичество миссионерами, в основном это были иезуиты. Ну, не только, там были и доминиканцы, различные, но в основном и руководили всем этим процессом тоже иезуиты. Таким образом, вот эти все истории, они описаны очень подробно. История в Эреване, где патриарха Эреванского обратили, фактически обратили, хотя он открыто не признал это, обратили в католичество. Он уже, так сказать, смирился и поощрял работу католических миссий на территории Эреваня и реванской всей провинции. Он поощрял, но он открыто не признал это. Возможно, он втайне это признал, но это отдельная история, которую я обязательно подробно напишу с переводами всех документов. Вот и там тоже возникли первые гонения вот в этой провинции армяне притесняли, совершали гонения на нападение на армян, армяна католиков. Там были зафиксированы отравления с помощью яда. Все это в документах и есть. И я предлагаю, пожалуйста, давайте вместе разберемся. Я утверждаю, что это были те самые первые гонения, которые начались только в 17 веке. В начале 17 века, причем во второй половине 17 века, в начале 17 века произошла история с джульфинскими армянами. Старая Джульфа и Новая Джульфа. Вы знаете эту историю, те, кто интересуется историей, знают, что шах, персидский шах, переселил во время войны с турками, сравнял старую джульфу с землей, образно выражаясь, не равняли бульдозерами, но в общем опустошили эту область и переселил всех, не только армян и мусульман тоже там и были не только армяне из христиан там были нестариане разные представители разных сект восточного обряда вот и переселил построил для них новую джульфу и там армяне жили и процветали многие манипуляторы этой истории пропагандисты выдают так сказать эту историю из-за гонения массовое так сказать притеснение большого огромного количества армян на самом деле это была тактика которая тогда имела место и в Европе в том числе и Людовик XIV эту тактику применял и Вильгельм это стандартная была тактика когда для того чтобы препятствовать продвижению вражеской армии внутрь своих земель какие-то пограничные города уничтожались сжигались чтобы вражеская армия не могла зайти и так сказать питаться там и нормально себя чувствовать вот вот эта история была старой джульфа а первые на самом деле гонения описанные подробно с именами так сказать датами и локализации четкой начались только во второй половине 17 века я утверждаю это я прошу вас братья армяне те которые любят думать и интересуются нашей истории пожалуйста покажите другие документы покажите что-то другое я и давайте обсуждать но я вас уверяю что я перерыл все что можно было перерыть и ничего другого не нашел вот это и были первые гонения на армян которые совершались самими армянами да армяне армянского ритуала совершали гонения на армян католиков привлекая при этом местные власти но очень часто те из представителей местных властей мусульман которые соглашались принимать участие вот в этих внутренних междоусобиц оплатили за это своей жизнью там карьера раньше и жизнь это была так сказать очень связанная вещь поэтому нам с вами осталось только определить если мы считаем что на нас совершались гонения то на армян то давайте мы определяться каждый из нас мы потомки тех на кого совершались гонения потомки армян католиков или потомки тех кто сам совершал эти гонения и притеснения то есть потомки армян христиан армянского ритуала давайте думать вместе я готов тратить на это времени столько сколько нужно давайте разберемся братья армяне со всеми со всем этим нагромождением бог знает чего доброй ночи так так Продолжение следует...